здравствуйте дорогие друзья меня зовут либо дикер и сегодня мы с вами порисуем художественными акриловыми красками акриловые краски бывает такого типа это русские акриловые краски фирмы ладога есть мастер-класс есть итальянские такого такое вот такой фирмы есть тоже кажется русское это производство тоже они плохие они стоят не очень дорого их много хватает надолго таких баночка кисти нам потребуется синтетические размеры даже могу сказать это у меня 18 можно побольше можно 20 номер взять 14 средний и небольшой вот у меня тут номер 6 можно даже еще меньше для мелких деталей для того чтобы сделать эффект с подтеками акварельный эффект нам потребуется какие-нибудь емкости такие такие вот маленькие чтобы разводить туда краску делать пожиже разводить мы будем водой потому что акрил разводится в этом главное качество положительное акрила это то что акрил не пахнет и поэтому вы можете в любое время дома заниматься даже ночью никому вы не будете мешать потому что нет запаха от акриловых красок но при этом есть у него две особенности это он быстро засыхает с одной стороны это хорошо но с другой стороны это плохо потому что так как он быстро засыхает вы написали картину и она уже готова ее можно спокойно вешать на стену но при этом придется быстро пытаться быстро рисовать потому что некоторые моменты там где надо делать плавный переход от светлого к темному какую-то растяжку придется делать очень быстро потому что краска застывает моментально но в этом уроке я вам буду показывать такой интересный урок мы будем рисовать котенка такого мультяшного тут в принципе нам не потребуется там особо каких-то там плавных переходов много это будет такой забавный веселый урок ничего сложного в нем не будет вы заодно потренируетесь пользоваться этими красками возможно вам понравится и вы будете работать больше акрилом чем масло акриловыми красками можно рисовать спокойно на бумаге для акварели потому что акрил сохнет очень быстро и он похож чем-то на гуашь то есть он не будет давать с другой стороны просачиваться как масляная краска например она просачивается сзади на бумаге и получаются жирные пятна потому что масло состоит масло на основе масел а акрил он на водяной основе поэтому все хорошо высыхает и ничего сзади не просачивается итак начинаем с фона в такой ванночке я разведу светлый оранжевый цвет смешаю красную желтую белую краски или оранжевую и белый сразу у меня есть оранжевый цвет вот такой оранжевый у меня есть цвет поэтому я его сразу разведу с белым развожу его до консистенции жиденькой сметанки чтобы она стекала чтобы у меня получались подтеки такой все жиденькая жиденькая краску я достой мастихином чтобы не испачкать цвет не смешать с каким-то вот такого количества вполне достаточно вкладываю тряпочкой вытираем мастихин закрываем баночки не храним их не держим открытыми потому что акрил очень очень быстро сохнет под воздействием воздуха добавляю белой краски белой побольше добавить можно лишнее убираем сразу с мастихина чтобы у нас она не застыла не прилипла к мастихину акриловую краску очень легко отмывать с рук она не требует никаких специальных разбавителей для того что смывать и также кисточки просто вымыли с водой и все отмыли немножко добавляем воды чуть-чуть вот так хватит пока кисточку берем и начинаем размешивать акрил еще называют современной масляной краской за его свойства точно также ложится на холст или на бумагу такой же объем создавать он имеет такую же густоту абсолютно единственное по цвету мне кажется он немножко ярче по цветам но опять-таки в принципе с помощью смешивания разных цветов можно достигать точно такие же оттенки и в акриле как в масляной краске ну так как мне нравится вообще сама по себе яркая живопись я очень люблю когда из ярких пятен получается что-то поэтому акрил мне очень нравится потому что он в отличие от масла им им трудно испачкать работу то есть делать им трудно сделать грязный цвет если изначально вы не намешали грязный цвет и не наложили об используйте яркие чистые открытые цвета тогда вам просто будет очень сложно сделать какую-то грязь на холсте и так у меня готово все потом если захочу сделать посветлее сюда смогу сделать добавить еще беленького если потемнее могу оранжевого добавить так что варьировать можно цвета как хотите берем нашу красочку и смело наносим на бумагу вот такая жидкая где-то там потеки оставляем пусть она брызгает у художников очень ценится смелость в рисунке его работе когда он не боится сделать где-то капнуть краской брызгает это говорит уже о профессионализме художника потому что профессиональный художник это смелый художник который не боится где-то испачкать что-то испортить он из любой ситуации из любой из любого пятна может сделать шедевр поэтому кладите как заблагорассудится как вам угодно как вам нравится можно края не закрашивать вот даже не до конца пусть они будут закрас какие-то могут появляться волны линии полосы это все не страшно так теперь дадим немножко подсохнуть здесь намазали потемнее рыженьким будет со стороны тени темнота побольше рыжего в качестве палитры я использую простое орг стекло вот можно пластик использовать не используйте как палитру деревянные палитры потому что они предназначены для масла так как акрил быстро засыхает и впитывается моментально вы просто не сможете отодрать эту краску потом от деревянной палитры и придется ее выкинуть а от пластика можно счищать с помощью отмочить ванной например отнести положить ее в воду она размокнет и потом мастихином содрать вот эту вот шкурку застывшую так я беру белую краску и со стороны света где-то там посветлее накладываем я возьму еще рыженькую смешаю вот тут светлее делаю прям белилами пусть даже будет какими-то пятнами полосками вот оно очень похоже действительно на гуашь потому что я сейчас пишу и у меня ощущение что я работаю гуашевыми красками но в отличие от гуаши акриловые будут яркими после высыхания они все равно останутся яркими сейчас краску красную я возьму еще сейчас будем делать коричневый цвет красная так бордовая синяя утрамарин цвета у нас такие же будут как и масло масло в масле мы используем и так 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 зеленое еще уже это голубая прусская прусская голубая темная почти как черная чуть-чуть нам потребуется для глаз котенка и зеленая краска зеленая конечно же потребуется желтая краска краска на побольше берем пордовую краску желтенького смешиваем дли краску оранжевого добавлю еще Даже темноватый получился, так, посмотри. Пока достаточно, намечаем котенка. Вот, будет голова вот круглая, большая голова, одна сторона, другая, волобик, ушко, большие ушки. Грудка. Тельце. И вот тут будет у нас хвостик. Сидит котенок. Итак, а теперь берем оранжевую и начинаем делать плавный переход. Вот, разбавлять здесь раз. Тень здесь пошла. Тут добавили, где ушко, немножко тени. И здесь. Вот тут вот разбавили. Плавный-плавный переход, чтобы получился. Так, берем оранжевую еще. И делаем для глаз такие кругляшки. Сейчас глаза будут большие. так как глазные впадины. Здесь вот, один. Глазная впадина, вторая. Ушко. Ниженькая здесь. Пусть будут пятна. Вот у меня брызнуло. Ничего страшного, эти пятнышки остаются дополнительными. Эффект можно даже еще набрызгать. Делаем более чистый оранжевый и открашиваем здесь. Можно красного. Вот у меня намешиваются краски между собой. Так интересно получается. Здесь потемнее, где костик. Чуть-чуть можно белого добавить. Здесь плавный такой переход наверх. Белый. Ни с чем не смешиваем и делаем вот такую мордочку. До конца не доводим. Пусть утра еще будет такой желтенький. Ну тут можно будет так. Рыженький добавим так. Сейчас. Белый. Если начинает смешиваться краска между собой, дайте немножко ей высохнуть. Делаем грудку. Хвостик делаем так. Оставляем полосочки рыжие, чтобы просвечивали белые. Вот рыжие полосочки. Как рисунок на хвостике. Берем желтенький. Здесь тоже полосочки делаем на спинке. Полосатый котик. Тут тоже желтеньким на щечках можно прорисовать полосочки. Полосочки. Добавим беленького. Полосочки. Добавим беленького. Ушки. Делаем посветлее. Внутришек. Тут свет. Чтобы главный переход был от светлого к темному. И там тоже. И там тоже. Добавим беленького. Можно добавить немножко темного. Опять. Мы намешивали. Коричневый. На ушках. Здесь. Тут вот. Тебе. Здесь. Вот, котенок уже почти готов, но осталось еще нарисовать ему родительные глазки. Берем маленькую кисточку. И сначала делаем коричневым. Рисуем большие, выразительные, круглые глаза, грустные. У нас такой грустный котенок, поэтому вот такие у меня большие глаза. Если у вас есть дома кошка, наверное, когда котенок ваш хочет кушать, так же смотрит. Надо нам добиться такого взгляда голодных, больших голодных кошачьих глаз. Берем белый цвет. Снизу делаем такой белок. Прорисовали белок. Ну а теперь можно смело взять темно-синий. Берем темно-синий смешиваем с красным, чтобы у нас получился как темный, темный такой фиолетово-коричневый глубокий цвет. И рисуем большой зрачок. Оставляем между белком и зрачком такую рыженькую полоску. Это будет радужка. Как реснички. И между белком и зрачком. И радужкой можно прорисовать тоненькую, темную такую полосочку, чтобы разделить, сделать выразительный этот белок и радужку. С глазами надо очень аккуратно работать, потому что если мы что-то сделаем, где-то переборщим, взгляд может получиться недобрый, а наоборот зловещий. Можно даже немножко сделать такой еще более грустный. Вот тут вот как тень под бровью небольшую. У него взгляд еще более грустный стал. То же самое делаем со вторым глазом. Рисуем зрачок, не доходя до белка. Оставляем границу. Оставляем границу. Оставляем границу. Оставляем границу. Потому что сейчас я рисую, я понимаю, что все-таки большая у меня кисть для таких мелких работ. Потому что я обычно работаю с большими холстами. На большом холсте, чтобы нарисовать какую-то небольшую деталь, в принципе, достаточно такой кисточки. А на маленьком формате уже ощутимо, ощущается, насколько не хватает вот этой вот тонкости. Направлю рыженького здесь. Сейчас у меня подсохнет, я еще подправлю. Точно так же, если что-то не получается сразу сделать, ждите, пока высохнет. А крюк высыхает очень быстро. Точно так же. Так, ладно, пока пусть глаза высыхают, потом мы к ним ещё доберёмся, подправим, подкрасим и сделаем в зрачках бельки, оживим глаза. Сначала берём оранжевую краску и вот где-то на этом уровне намечаем такой носик маленький, треугольничек и вот так вот ромбиком делаем, теперь берём коричневую краску, делаем такую галочку, носик и тоненько-тоненько ротик, такими двумя крючочками. Вот такой милый котейка получается. Так, сейчас мы подкрасим где-то белым. Сейчас можно делать какие-то элементы, подкрашивать беленьким. Здесь можно ещё белого добавить. Уже высохло, тут беленький. сделать волосики, такими штрихами. Здесь можно беленьким сделать волосиками. коричневой краской, которая у нас есть. Смешиваем с оранжевой, коричневую, оранжевую. Подрисовываем тень снизу, небольшая тень. Нужно даже пожиже сделать, больше оранжевого. Добавим ещё бордово. Продолжение следует... Это можно добавить волосики на кончиках, ушек, и здесь добавить. Так, итак, глазки у нас высохли, здесь можно добавить красненького между белками и зрачком, немножко красного, где-то добавим еще оранжевого, чтобы у нас заблестели, засветились глаза. Так, прорисуем контур. И еще зрачки подрисуем, еще четче сделаем, глубже, еще темнее. Музыка 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 Выразительные у нас глаза получаются. и так и последний штрих последний штрих это блик в зрачке берем белила и аккуратненько раз жирненький и два все глаза у нас заблестели ожили такой чудный котенок получился в принципе вы можете точно также рисовать любое животное милое собачек птичек вообще любое-любое животное стилизовать его так делать какие-то необычные формы потом вешать это у себя в комнате может быть у своего ребенка в комнате очень классные такие картинки серию сделать картинок разных например котят в разных цветовых гаммах например на зеленом фоне зеленый котенок на синим желтым красным и потом развесить это вот так в рядочек будет очень интересная композиция из картин UNDER-ометро Продолжение следует...